Программа «Астана» или «5 минут» о главном городе страны. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Куда бежать от тирана? В Астане открылся кризисный центр по защите женщин от насилия. Экономическое и психологическое насилие – это тоже статья. В этом году 10 мужей были арестованы за нарушение прав в сфере семейно-бытовых отношений. С начала этого года в Астане 10 мужей попали под арест за избиение своих жен. К административной ответственности привлечены 42 правонарушителя, вынесено 360 защитных предписаний. Годовая статистика разнится и очень часто потому, что женщины сначала пишут заявление, а потом под страхом новых побоев забирают его. Бывают у нас факты, когда дело доводится до суда, и женщина уже в суде принимает решение об отказе ранее поданного заявления в связи с помирением сторон. Но наша задача – это профилактика, в первую очередь, предупреждение и недопущение уже фактов совершения более тяжкого преступления. Ударив по одному, он может причинить ей телесные повреждения, либо со смертельным условиям. Насилие – это не только побои. Если муж угрожает и издевается, это психологическое насилие. Если запрещают пользоваться семейным бюджетом – экономическое. Правда, у каждого своя, так же, как и страх. Одни боятся быть избитыми, другие – пойти по миру с маленькими детьми. Зоя с пятью детьми убежала от мужа, который проиграл все имущество на интернет-бирже. Я каждый день здесь плакала, потому что остаться на вокзале с детьми по ночам, где тебя инспектора через каждые пять минут проверяют документы, есть ли у вас или нет, и боишься за них, чтобы их не отдали в детский дом. Бежали никуда, боялись, что у родственников их найдет отец семейства. Ночевали на вокзале, откуда и попали в столичное ДВД. Здесь уже 15 лет действует подразделение по защите женщины от бытового насилия. Главной сложностью было то, что женщинам, которые обращались сюда за помощью, не могли дать временного пристанища. С ноября в городе появился кризисный центр для женщин. Он рассчитан на 50 койко-мест. С открытия здесь помогли уже девяти женщинам. Мы помогаем всем социальным слоям. Здесь могут находиться до 72 часов люди без направления. Направление подъявляет управление центром занятости. После того, как мы берем направление с управления занятости, мы направляем их в больницу. Они проходят методы обследовательные, потом с ними работают здесь психологи, соцработники, юристы. У кого нет документов, помогаем восстанавливать документы, удостоверение, прописку. Заурена себе испытала все ужасы семейной тирании. Муж избивал ее, унижал и любил повторять, что ей, сироте, все равно некуда идти. Двое старших детей сами попросили маму убежать из дома с малышами. Он бил меня прямо на улице всегда, когда напивался. Дети все видели, плакали, убегали к соседям. Это старшие дети сказали мне, уезжай, мама, от него, не надо терпеть. Мы уже большие, совсем скоро закончим школу и тоже приедем к тебе. Ни я, ни мои дети ни в чем не нуждались, но счастья в том доме не было. Основная наша задача – помощь женщине, помощь осознательной в том, чтобы она осознала свои права, что она знала, что она и ее дети защищаются государством. Работают вот с женщинами психологи и юристы неправительственных организаций, в частности, Кургаус, Союз кризисных центров. Кроме информационной работы мы перенаправляем туда женщин при необходимости, если нужна психологическая реабилитация, помощь юриста. И все же в подразделении по защите женщин от насилия делают упор не на развод, а на перевоспитание бытовых насильников. Статистика не ведется, но случаи, когда женщины звонили и благодарили инспекторов за то, что они смогли приструнить мужа, все же имеются. А Зои и Зауре начнут с себя. Зауре по образованию педагог. И в кризисном центре через центры занятости им помогут найти работу. Зои же помогли восстановить документы и пройти курсы повышения квалификации. Если, допустим, мы будем сотрудничать с акиматами, которые после того, что мы принимаем их здесь, они будут рассматривать их же личные вопросы, какие-либо такие социальные сферы, что они будут им действительно приходить и реально существенно чем-то помогать. Не просто то, что они здесь будут у нас проходить курс, а что-то отсюда и потом иметь. Устраиваться на работу, получать какие-то общежития, квартиры. Пять дней в неделю, пять минут в день мы открываем вид на столицу. Ждите хороших новостей. Не пропускайте программу «Астана» в эфире 24КЗ или на официальном сайте телеканала. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok